Другим темам отсутствие остановок в нефтяниках стало для людей огромной проблемой. Это уже третий подобный материал про токи в эфире нашего телеканала, причем за последний месяц. Страдают и амичи, ждущие транспорт на остановке энтузиастов. Эту остановку демонтировали еще летом. С приходом осени местные жители все так же стоят под открытым небом. Пенсионерам и детям особенно сложно ожидать транспорт без возможности укрыться под козырьком или посидеть на лавочке. Хоть что-то было и того нету. Зачем было убирать? Уже с лета, да, практически? Ну, это где-то, наверное, с июля месяца все убрали здесь. Задем ничего. Если что-то надо было сделать, на начале вы привезите или подготовьте, а то, ну, ничего нету. Вот стоишь это. Я иногда с ребенком уезжаю отсюда туда к дочери и вот стоим с ним, как казанские сиротки, и все здесь так это жмемся, как те котейки. Проблема транспортного обслуживания очень такая актуальная получается, что они в погоне за, ну, реализацией продвижения своих проектов, их теплых остановок и прочих, как-то этот вопрос опустили, что люди именно из виду, что надо даже, если планируете менять каким-то образом, надо взамен сразу ставить какие-то формы или устарели и так далее. Люди не должны терпеть неудобства. Только получается, сначала уберут, потом люди добиваются восстановления по полгода. Ну, бардак, безалаберность, что можно сказать. К депутату-коммунисту все чаще обращаются жители нефтяников с подобной проблемой. Владимир Винниченко взял на контроль ситуацию с токами. Наша съемочная группа также продолжит следить за развитием событий.